Встреча неизбежна. Фронтинский мост приблизился к Самаре на 28,5 метров. Дружба народов, надежный оплот. Под Самарой строят самый крупный в России этнографический комплекс. Жители следят за тобой. На сайте фонда Капремонта можно наблюдать за работой подрядчиков в режиме онлайн. Престольный праздник на Сухой Самарке. Православные христиане отмечают День Святого Целителя Пантелеймона. Три золота, два серебра. Самарские грибцы вернулись с наградами с чемпионата России. Фронтинский мост готов более чем на треть. Завершился очередной важный этап строительства. Переход приблизился к Самаре еще на 28 метров. Работы идут по графику. Из десяти пролетов готовы уже три. Высокие темпы необходимо сохранить. Такое поручение дал губернатор Николай Меркушкин, который побывал на стройке. Олеся Корецкая тоже оценила масштабы. Фронтинский мост буквально надвигается на Самару в хорошем смысле этого слова. Завершился третий этап надвижки пролетного строения. Конструкцию весом почти в 3000 тонн передвинули еще на 28 метров над водой. Технология надвижки требует высокой точности и постоянного геодезического контроля с нескольких точек. Тысячетонный пролет передвигали четыре домкрата. Сейчас строители начали сборку металлоконструкций четвертой секции. И в конце августа ее планируют также надвинуть над рекой. Также у нас на сегодняшний день готовы уже шесть из восьми опор моста через реку Самара. На двух оставшихся проводятся работы. Это третья и четвертая опоры. Нарастить пилоны. Возможно легкие материалы. Легкие конструкции сделать. Нарастить еще примерно. Еще на столько. И оттуда легкие тоже тросы. Мост – часть большого проекта по строительству транспортной развязки в южной части города. Он необходим для развития городских районов по обеим сторонам реки. В частности, Новокуйбышевска и Южного города, в котором будут жить сотни тысяч человек, отметил губернатор Николай Меркушкин. Конечно, в этом смысле Фрунзенский мост исключительно важен. Для того, чтобы люди могли в нормальных условиях жить, не в такой, скажем, стесненной среде. И быстро, за 20-30 минут попадать практически в любую точку города Самары. Ну, по крайней мере, в центр Торчина. По проекту у Фрунзенского моста планируется до шести съездов в историческом центре Самары. Этот район важно сохранить как культурное наследие и при этом обеспечить хорошим транспортным сообщением, отметил губернатор. Также он поручил строителям рассмотреть возможность запуска по мосту легкого трамвая. Проект должен быть представлен в течение месяца. Темпы строительства остаются высокими. На площадку привезли все 9 тысяч тонн металлоконструкций, а также из федерального и областного бюджетов дополнительно направят по 400 и 250 миллионов рублей. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Кроме Фрунзенского моста, губернатор рассмотрел и самый крупный в России этнографический комплекс, который сейчас строится в саммарском микрорайоне Волгарь. Настоящий музей под открытым небом включает в себя 23 дома и подворья. Частичный парк откроется осенью, ко дню Дружбы народов, 12 сентября. Подробности на месте выяснила Олеся Корецкая. Парк Дружбы народов расположился в живописном месте между озерами Зеркало и Двубратное. Самый большой в стране. Здесь строится 23 национальных дома. Перед началом была проведена большая научная работа с историками и культурологами. Специалисты получали консультации в других республиках. Учитывалось все – и стройматериалы, и особенности зодчества, и даже цвет древесины. Осенью планируется открытие части парка. Что касается благоустройства домов и подворья, где-то примерно на 70% будет все сделано. Мы планируем на будущий год, в принципе, закончить полностью там. На будущий год, я думаю, уверен на 100%, что мы закончим. В каждом доме будет работать этнокомната, национальная библиотека, ремесленная мастерская. В Самарской области проживает 157 национальностей. Чтобы рассказать о каждой, для посетителей парка выпустят специальную книгу. На подворьях возведут характерные для каждого народа постройки. Сейчас они так не вспоминут. Ученые, видимо, взяли 150-150 лет, и, может, национальности. Можем, можем. Сейчас те дома… Развернули уже, да? Ну, все дома развернули. Парк займет территорию более 15 гектаров. В центральной части построят дом национальности с концертным залом, дворец бракосочетаний, а также в следующем году здесь появится площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Уже посадили больше 300 деревьев. Глава региона предложил добавить в проект деревянную мельницу. Музейный комплекс могут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Также во время поездки по микрорайону Волгарь губернатор ознакомился с ходом строительства 8-пятиэтажных домов для переселения людей по государственным программам. Почти 600 квартир предназначены для детей-сирот и граждан из ветхого и аварийного жилья. Дети-сироти работают на комнатной квартире. А тут могут любая семья, которая позволяет им это зашить. Площадь квартир от 20 до 61 квадратного метра. Себестоимость низкая, а качество при этом хорошее. Застройщик соблюдает все параметры и стандарты, которые требует государство. Глава региона выразил уверенность, что самарцы будут жить здесь в комфортных условиях. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Ну какой. Одной плюс для жителей даже не во внешнем виде дома, а в утеплении фасада. Подрядчики работают с современной минеральной ватой, которая обеспечит комфортный микроклимат в квартирах. Люди утепляли как бы пенопластом. Пенопласт он не дышит, а утеплитель он как бы дышит. И соответственно в квартирах грибок не будет появляться. Что стены утепляет, это тоже очень хорошо. Давно хотели утеплить. Хорошо, что нам наконец-то делают. Начали ремонт этих домов в июне. Один планируют сдать примерно через неделю, второй – к концу сентября. Ход работ контролируют и сами жители, и представители регионального фонда капремонта. Теперь за тем, как в Самаре ремонтируют фасады и крыши по программе капитального ремонта, могут наблюдать все горожане. На сайте фонда открыли онлайн-фотогалерею. В списке дома, которые приведут в порядок на гостевых маршрутах по программе подготовки к чемпионату мира по футболу. А в этом году таких будет более 200, не считая объектов культурного наследия. Любой житель губернии и даже России может зайти на официальный сайт фонд капитального ремонта и просмотреть ход выполнения работы на любом доме, где производятся работы. Выложены данные подрядной организации названия, срок выполнения работ, а также размещены фото. На сайте есть изображение, как дом выглядел до ремонта, в процессе и после. Кроме того, подрядчики продолжают устанавливать и видеокамеры на стройплощадках, чтобы за ходом работ можно было следить в режиме реального времени. Видео с объектов тоже можно найти на сайте регионального оператора. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Острый вопрос для жителей промышленного района Самары. Общероссийский народный фронт посетил городскую поликлинику номер один, чтобы проверить, как уживаются взрослые дети в одном здании. Шесть лет назад при больнице было построено новое детское отделение, но спустя пять лет здание начало разрушаться. И теперь более 60 тысяч детей и взрослых ютятся в одном помещении. Есть ли шанс у дела сдвинуться с мертвой точки, выясняла Марианна Мирная. Здание детской поликлиники на Молодежной 4 только снаружи выглядит красиво и опрятно. Уже 9 месяцев оно закрыто для посетителей. В прошлом году после завершения гарантийного срока новое пятиэтажное отделение начало трещать по швам и разрушаться. Было принято решение закрыть поликлинику о детское отделении, перевести во взрослую. Для малышей отгородили одно крыло на первом этаже. Разделили регистратуры, но все же этого недостаточно. Приходишь за справкой для здорового ребенка, через день ты выписываешься, идешь опять за справкой, потому что ребенок заболел, уже нахватался вирусом, входя по всем кабинетам. Плюс, когда приходим анализы сдавать, то такое столпотворение, потому что сдают и взрослые, и детки. В промышленном районе 66 тысяч человек обслуживаются в поликлинике номер один. Все они теснятся не только из-за закрытого детского отделения. В больнице не хватает кадров. На сегодняшний день в участковой службе свободно пять вакансий. Все, кто в дети приходят, они все говорят, мы хотим быть неврологами, эндокринологами, кардиологами, но никто не стремится именно в первичное звено, к сожалению. Общероссийский народный фронт проводит мониторинг поликлиник в рамках исполнения указа президентом. Проводит опрос населения в больницах области, чтобы улучшить качество обслуживания и устранить коррупцию. Это и очередность, это и платные услуги взамен бесплатных. Президент назвал это преступлением. Все вот эти вопросы мы как раз будем рассматривать. Примерно они одинаковые, я имею в виду, в том числе не то, что в Самарской области, они одинаковые по стране. Сейчас здание детского отделения поликлиники проходит государственную экспертизу, после чего будет составлена смета необходимых ремонтных работ. Так что пока точные сроки, когда маленькие пациенты смогут вернуться в хорошие условия, неизвестны. Мариана Мирная, Василий Кладашов, События. Машины Лавада завоевывают рынок. Насколько процентов увеличились продажи в июле, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Мировые цены на нефть сегодня растут. Медленно, но верно. Баррель марки Brent удерживается на отметке 52 доллара. Валюта дешевеет. Курс на 10 августа. Доллар 59 рублей 96 копеек, евро 70 рублей 41 копейка. Золото стоит 2432 рубля, серебро 31 рубль 61 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 20 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 20 копеек. Россияне начали активно тратить свои сбережения. Доля граждан, которые ранее предпочитали экономить, сократилась на 25%. В кафе, рестораны и кинотеатры ходить стали чаще. А вот сыр покупают реже, сообщает Центр изучения молочного рынка. И это при том, что производство продукта в стране за год выросло на 33%. Зато машины отечественного производителя приобретают все охотнее. В июле «Лада» заняла 20% российского рынка. В целом, альянс «АвтоВАЗ» Рено-Ниссан продал в прошлом месяце больше 45 тысяч машин, что составило 35% от общего объема рынка. На этом все. Удачи в делах! Романтики железной дороги. В Самаре проходит региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтер пути». Какие конкурсные испытания предстоит пройти участникам, узнала наш корреспондент. На железнодорожных путях кипит работа. За звание лучшего соревнуются монтеры со всего региона. Судьи строго следят за временем, которое каждый тратит на замену элементов путей. Но особые требования к качеству. Ведь именно от работы монтеров зависит безопасность движения поездов. Александр Виверман монтером пути трудится 9 лет. Поэтому с конкурсным заданием справился быстро, но не без запинок. Тут очень большая ответственность. Надо соблюдать все нормы и допуски, содержание, пути. Служисти не было, я давно уже на железной дороге работаю. Просто мелкие недочеты какие-то, может, судьи увидели. Кроме практической части, все участники сдают теорию. Конкуренция большая. В региональный этап вышли 26 человек. Такой ажиотаж еще 5 лет назад было трудно представить, говорят организаторы конкурса. Профессия «Монтер путей» востребована как никогда. За последние несколько лет ситуация с нехваткой кадров рабочих профессий в регионе изменилась. Ситуация меняется. И в части поступления в вузы, и в колледжи набор увеличивается на технические специальности. Конкурсы как дополнительная мотивация. Показ того, что может человек сделать, придя в эту профессию, насколько они разнообразны, насколько они интересны. За звание лучшего приехали побороться участники из Ульяновской, Пензенской областей, Республик, Татарстан и Мордовия. Победитель соревнований отправится на всероссийский этап, который пройдет осенью в Подмосковье. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня в 8 утра в автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. На улице Северной около завода ДСК перевернулся автобус ПАЗ, который вез смену. По предварительным данным, автобус на полном ходу съехал в кювет и врезался в световую опору. Погиб водитель. Ему, предположительно, стало плохо с сердцем. Остальные пассажиры, около семи человек, получили ушибы и переломы. На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства аварии уточняются. В новую жизнь со старыми соседями в соцсетях появилась информация, что в ближайшие пять лет самарцев начнут расселять из ветхого и аварийного жилья в новое целыми домами вместе с соседями. Детальную разработку такого подхода собираются начать в октябре. Первые территории, которые планируют расселить, таким образом находятся на улицах Степана Рази, на учебном переулке и на улице Вольской, расположенной в районе Безымянского рынка. Речь идет о двухэтажных домах. В этом году для жителей аварийных домов собираются выкупить 520 квартир. 281 из них уже сдана. В них поселит часть людей, которые стоят в очереди с 2011 года. Газбанк выдаст паркам Самары кредит в 90 миллионов рублей на строительство колеса обозрения в парке Гагарина. Такая информация размещена на портале госзапок. Согласно документации, высота колеса обозрения будет достигать 55 метров. В сумму контракта входит изготовление, транспортировка, монтаж, установка и сопутствующие работы. Кредит муниципального учреждения должно вернуть не позже 31 июля 2022 года. В сети появилось свежее видео, на котором видно, как идет строительство развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Судя по ролику, работы идут интенсивно. Дорожники заасфальтировали выезды на кольцо и его часть со стороны торгового центра «Самолет». Также в кадр попали и сами рабочие, которые продолжают обустраивать дорожное полотно на кольце и площадку вокруг постамента для самолета «Ил-2». Напомним, движение по кировской развязке полностью запустят к 1 сентября. В Самаре на реконструкцию закрывают ботанический сад. После ремонта он предстанет в космическом образе. Дорожки выполнят в виде эллипсов, а оранжерея в виде планет. Причем для каждой климатической зоны оборудуют отдельное сооружение. Также в парке поменяют ограждение. Для первого этапа реконструкции потребуется 150 миллионов рублей. Его планируют закончить до Чемпионата мира по футболу 2018 года. После Мондиали на реконструкцию зеленой зоны потратят еще порядка 400-450 миллионов рублей. Небесные покровители врачей и духовные целители, согласно церковному учению. Сегодня православные крестьяне отмечают День Святого Пантелеймона. Это престольный праздник в раме в поселке Сухая Самарка. Сейчас он расположен в небольшом приспособленном помещении, но прихожане рассчитывают на скорое новоселье. Рядом строится Большой собор в честь Святого Пантелеймона, который, как предполагается, станет одним из самых масштабных в Самаре. Олег Зверев тоже побывал на богослужении. Икону Святого Пантелеймона можно встретить в каждой российской больнице. Великомученик почитается в православной церкви как целитель. И то, что возле Свято-Пантелеймоновского храма в поселке Сухая Самарка построили поликлинику, прихожане считают промыслом Божиим. Храм действует в приспособленном помещении с 2000 года. Сегодня здесь отметили престольный праздник. «Святый великомученик и целитель Пантелеймоне, моли Бога о нас!» Даже в небольшом помещении в этот день на службу собрались сотни верующих со всего поселка Сухая Самарка. И это еще не выходной день по воскресеньям. Особенно в большие праздники здесь яблоку негде упасть. Причем число прихожан только прибывает. А потому было принято решение построить рядом со старым храмом Большой собор в честь Святого Пантелеймона. «Большой храм для большего количества народа, потому что на праздниках вообще очень теснится народ в этом храме маленько. Для детей в этом большом храме будет большая воскресная школа, то, что можно туда детей отправлять, то, что с ними будет заниматься. Нравственное воспитание – это самое главное в наше время для детей». Согласно проекту, это будет один из самых масштабных храмовых комплексов Самары. Высота колокольни более 40 метров. То, что уже построено, это всего 16 метров. Строительство началось в 2008 году. Изначально планировалось сооружение храма завершить быстро, но в дело вмешался финансовый кризис, и работы немного замедлились. Но стройка продолжается. Это значит, что на Сухой Самарке появится большой духовно-просветительский центр. «Здесь, конечно, планируется целый комплекс. В сокольной части будет трапеза. Ну и помимо храма, конечно, я надеюсь, со временем с Божьей помощью, духовно-просветительский центр. Здесь, конечно же, должны быть созданы все условия, чтобы человек мог не только прийти в храм помолиться, но и получить то, что мы называем просвещение». А когда собор будет построен, еще больше людей смогут приходить в духовную лечебницу, причем не только на богослужение, но и для участия в образовательных мероприятиях. Олег Зверев, Артем Фулайманов, События. С иконой Покрова Богородицы через Самару международный пробег, посвященный 90-летию со дня образования ДСААФ. Россия едет через Поволжье. В эти выходные участники автопробега посетили Самарский регион. Сейчас они находятся в Саратовской области. На всех остановках они передают представителям региона знамя ДСААФ. В поездке автомобилистов сопровождает икона Покрова Богородицы. Также в каждом регионе участники собирают частицы земли и везут их с собой. Колонна выехала из Владивостока 5 июля. Уже пройдено две трети пути. Впереди Волгоград, где колонна разделится на две части. До конца августа участники автопробега должны прибыть в Севастополь. Три золотые медали и две серебряные. Самарские спортсмены вернулись с урожаем наград с чемпионата России по академической гребле. Он проходил в Москве, в нем участвовали почти 400 гребцов со всех страны. Сегодня их принимали в областном министерстве спорта. Чемпионы Максим Тилицын, который завоевал две золотых медали, и Александр Визовкин, а также их тренер Дмитрий Стрельцов получили благодарственные письма. Спортсмены вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в США с 24 сентября по 2 октября. Положительный опыт участия в международных соревнованиях у них уже есть. Максим Тилицын в мае этого года впервые привез в Самару золото чемпионата Европы. Тогда российская четверка опередила итальянцев всего на 14 соток секунды. Александр Визовкин в июле стал серебряным призером первенства мира среди юниоров. После чемпионата России предстоит недельный отдых, после чего подготовка к мировому первенству. Эмоций, конечно, было много, потому что мы гонялись в двух классах. Это по тяжелому весу и по нашему основному классу это легковес, именно в котором мы поедем на чемпионат мира. У нас задача была максимум выиграть оба класса. Мы это сделали и сделали с заявным преимуществом в обоих классах. Мы рассчитывали на эту победу, готовились, конечно же. Ожидали, что остальные команды в прямом смысле нам дадут бой на воде. И в борьбе мы выиграли. Тем временем в Самарской области стало больше мастеров спорта и спортивных судей. В канунсе Российского дня физкультурника их достижения официально признали в Минспорте. С героями нашего времени познакомился Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. За званием мастера спорта международного класса по кикбоксингу Никита Лапшин сражался на татаме не один десяток лет. За это время завоевал 35 кубков и больше сотни медалей разного отлива на соревнованиях, начиная от городских и заканчивая международными. Самая важная победа в спортивной карьере Лапшина – это второе место на чемпионате Европы 2016 года. Ощущения очень приятные, большая гордость, большая благодарность тренеру, большая благодарность родителям, всем тем людям, которые поддерживают и верят. Конечно, есть дальше стимул заниматься. Буду дальше работать, чтобы получить заслуженный мастер спорта. Спортивная борьба. Вольная. Так ее называли до последнего времени. И здесь у самарских спортсменов есть свои звезды. Артем Ватченко, побеждая на всероссийских турнирах, заслужил звание мастера спорта. На это у него ушло 4 года. Все дело в том, что он выступает в тяжелой весовой категории. Там победа достается особенно тяжело. Сын Артем, он как бы тяжелый вес. Это королевский вес считается престижней. Поэтому это очень тяжело бывает. У них тяжело бывает достигать и мастера спорта, и вообще очень трудиться надо. Качественное и непредвзятое судейство – основа любых соревнований. Ведь именно от работы рефери зависит исход поединков. Самарские специалисты доказывают свою состоятельность ежегодно. Сегодня всероссийскую категорию получили 16 человек по 12 видам спорта. И это лучший из лучших. Когда я проводил всероссийские соревнования школьный модельный спорт, у нас было объективное судейство. И самарская команда первая заняла первое место, а вторая команда заняла, правда, третье место. В канун Всероссийского дня физкультурника знаки отличия от областного Минспорта получили лучшие представители большого спорта. Легион профессионалов пополнили 21 мастер спорта и 1 мастер спорта международного класса. Отличились гимнасты, легкоатлеты, пловцы, борцы, рыбаки, шашисты и жокеи. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Ну а 12 августа в регионе отметят День физкультурника. С особым масштабом в этом году праздник проведут в Самаре. Сразу на 10 площадках в каждом районе города. Все жители смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в состязаниях в самых разных видах спорта. От шахмат до футбола и баскетбола. Главным местом торжеств станет вторая очередь набережной, где уже в 9 утра начнут работы интерактивные площадки. Здесь же пройдет турнир «Лето с футбольным мячом». Соревнование по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Принять участие в них могут все желающих, но необходимо успеть зарегистрировать команду на сайте Федерации баскетбола Самарской области до 13 часов 11 августа. Кроме того, самарцы смогут пообщаться и сфотографироваться с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. А для самых активных поклонников ЗОЖ приготовили сувениры и подарки. Для участников мероприятия будут розданы флайеры, на которых будут ставиться отметки. И чем больше площадок они пройдут, ставится печать после участия по этому флайеру, каждый участник Дня физкультурника может получить приз. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин